Самое главное, мне кажется, что в Гагузии за эти 29 лет действительно не сформировалась идея гагузской автономии. С правовой точки зрения, мне кажется, что мы не до конца были настойчивы в том, чтобы закон о статусе Гагузии был имплементирован в конституционное русло и принял правовую форму не как органический закон обыкновенный, а все-таки как конституционный закон или закон с особым статусом, по примеру, европейских автономий. Что касается самой идеи гагузской автономии, сохранения аутентичности, культуры языка, то, конечно, те люди, которые действительно любят гагузский язык, которые им профессионально занимаются, они делают выводы о том, что гагузский язык деградирует. И парадоксально, что по отношению к 29 годам, которые прошли, гагузский язык, несмотря на все финансовые возможности автономии, находится в более плохом состоянии, чем это было на заре автономии. И, наверное, чисто мой субъективный взгляд, что руководство Гагузии на заре ее становления, это действительно люди представляли народа власти, это действительно люди были бескорыстные, горящие идеей гагузской автономии. К сожалению, по прошествии лет власть Гагузии коммерциализовала этот проект гагузской автономии. И перефразируя слова Степана Михайловича, который вопрошал, да, не говори, что Гагузия сделала для тебя, что ты сделала Гагузии, то наше руководство Гагузии, особенно в последнее время, оно все-таки начало представлять себя, что не они для гагузского общества, для гагузской автономии, а гагузская автономия создана для них и для улучшения качества жизни лично их.